Королева рейтинга ЧП можно с уверенностью назвать Бичанку, которая летом убила свою 11-месячную дочь. Екатерина Шишкова жаловалась, что ребенок мешает вести ей праздный образ жизни. Бичанка несколько раз ударила девочку об стену, чтобы та перестала плакать. Мертвую дочь мать завернула в пакет и оставила в подъезде. Шишкову приговорили к 15 годам лишения свободы. Эта история тоже потрясла всю страну. В октябре в Забайкале солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев. Среди них четверо срочников из Алтайского края. Трое из них погибли. Сам стрелок Рамиль Шамсудинов признался, что не жалеет о произошедшем. Вот мы и прилетели из Вьетнама. Жаркая посадка из жаркого Вьетнама. В сентябре в Барнаульском аэропорту загорелся самолет авиакомпании «Азур-Эйр». На борту находилось более 300 пассажиров. 50 человек пострадали. Одна женщина сломала позвоночник. Еще один резонансный пожар произошел на северном Власихинском проезде. Сгорела крыша. Пожар тушили более 70 спасателей. Причина ЧП – непотушенная сигарета. Ущерб составил более 7 миллионов рублей. Погорельцы несколько месяцев жили в прямом смысле без крыши. Летом фекальный фонтан нарушил покой жителей все того же северного Власихинского проезда. Роковая струя достигла высоты шестого этажа. Облито было все. 15 сантиметров вода вот здесь вот стояла. В пяти квартирах выбило стекла. Пострадала мебель, техника. В комнатах долго стоял запах фекалий. Фонтан нечистот разбудили строители. Они нечаянно задели коллектор. Ну что ж, на этом поставим точку в выходящем году целого десятилетия. Ирина Корчегина, День с толком.